В последние годы отмечается существенное изменение характера клинического течения от расклероза, и об этом уже говорили. Более чем в 50% случаев, об этом уже говорил Борис Никитич, острый инфаркт миокарда, к сожалению, является первым признаком наличия у пациентов кардиальной патологии. Помимо этого, в 50% случаев острый инфаркт миокарда развивается на фоне нормального или даже сниженного содержания как общего холестерина, так и холестерина-липопротеина в низкой плотности, и, к сожалению, при стенозировании коронарных артерий, которые не достигают гемодинамической значимости, то есть не достигают 50% просвета. Связано это с тем, что вот такое вот атипичное течение атеросклероза связано с тем, что у больных есть в наличии сопутствующий метаболический синдром, либо сахарный диабет второго типа. И вы видите, насколько наличие сопутствующего сахарного диабета второго типа утяжеляет течение кардиоваскулярной патологии. Связано это с тем, что при метаболическом синдроме и сахарном диабете второго типа формируется нестабильная атеросклеротическая бляшка, которая характеризуется наличием выраженного липидного ядра, меньшим содержанием гладкомышечных клеток, а это клетки, которые как раз и повышают устойчивость бляшки к разрушению и характеризуются повышенным содержанием воспалительных клеток крови, которые и определяют склонность такой бляшки к разрушению. Прежде всего, перед тем, как мы перейдем к участию отдельных компонентов метаболического синдрома в ускоренном прогрессировании атеросклероза, давайте прежде всего вспомним, что же по современным представлениям в настоящее время понимают под атеросклерозом. Прежде всего, атеросклероз – это локальное поражение стенки магистральных сосудов, именно сосудов, в которых давление превышает 100 мм кутного столба, которые характеризуются локальным отложением липидов, развитием локального воспаления, активацией репаративного процесса, формированием липидной пляшки и уменьшением просвета сосудов. В патогенезе атеросклероза достаточно четко представляют участие двух компонентов, которые могут инициироваться независимо друг от друга, однако оказывают выраженное взаимопотенциирующее действие. Это прежде всего сосудистый компонент, который связан с угнетением функции эндотелия, прежде всего противовоспалительной функции эндотелия, антиадгезивной, и сопровождается развитием локального воспаления в стенке артерии. Однако для образования пенистых клеток, которые и составляют основу атеросклеротической пляшки, необходим обязательно липидный компонент, о нем уже сегодня говорили. Он заключается в том, что в организме увеличивается содержание чужеродных для организма модифицированных липопротеинов. И только поглощая вот такие липопротеины, а не нативные, нормальные, а именно модифицированные, пенистые клетки и будут составлять, макрофаги превращаются в пенистые клетки и составляют основу формирования атеросклеротической пляшки. Что лежит в основе нарушения функции эндотелия? Ну, прежде всего, это снижение активности оксида азота, который вот и обладает свойством противовоспалительным, антиадгезивным свойством, то есть препятствует присоединению адгезии воспалительных клеток к сосудистой стенке и предотвращают их проникновение в сосудистую стенку. При этом рецепрокно увеличивается продукция ангиотензина-2, эндотелина-1, активация ядерного фактора транскрипции, и это приводит к тому, что образуется повышенное содержание тех веществ, они называются хемоатрактанты, которые и привлекают воспалительные клетки в сосудистую стенку. Увеличивается продукция цитокинов, экспрессия адгезивных молекул воспалительной клетки не просто так проникают в сосудистую стенку, а только путем связывания со специфическими адгезивными молекулами происходит хемотаксис, трансэндотелиального миграции воспалительных клеток крови и развитие локального воспаления. Вот весь этот процесс еще в 1999 году описал РОС в своей статье «Атеросклероз. Воспалительное заболевание», где абсолютно четко показано, что при снижении функции эндотелия воспалительные клетки крови, вначале происходит их адгезия, прокатывание и проникновение в сосудистую стенку. И вот тогда макрофаг, для того, чтобы он преобразовался в пенистые клетки, необходимо второе звено, а именно липидный фактор, должны быть в сосудистой стенке модифицированные липопротеины. Во время РОСа знали только о модифицированных липопротеинах низкой плотности, сейчас известны другие виды, и вот тогда образуются пенистые клетки, которые и составляют основу атеросклеротической бляшки. Вы видите вот эволюцию атеросклеротического процесса, когда пенистая клетка составляет основу липидной полоски и липидной бляшки, из которой потом образуется атеросклеротическая бляшка. Итак, какие же компоненты метаболического синдрома и способствуют ускоренному прогрессированию атеросклеротического процесса? Вам уже сегодня говорили, что при метаболическом синдроме для него характерна именно диабетическая дислепидемия, гиперинсулиномия и гипергликемия и активация системного воспаления и системного оксидантного стресса. Это такие метаболические проявления сахарного диабета второго типа и метаболического синдрома. Итак, проэтерогенная значимость диабетической дислепидемии. Вам уже сегодня говорили о том, что несмотря на эффективный контроль уровня глюкозы в крови, это не предотвращает риска развития больших кардиоваскулярных явлений. Все это связано с тем, что несмотря на то, что до настоящего времени все-таки метаболический синдром рассматривается и сахарный диабет второго типа как патологическое состояние, связанное прежде всего с нарушением обмена глюкозы, тем не менее известный диабетолог Джослин, и уже его сегодня цитировали, говорил, что диабет начинается с липидов, липидами он и заканчивается, раньше кетоацидозом, сейчас атеросклерозом и инфарктом миокарда. Это свидетельствует о том, что диабетическая дислепидемия играет не меньшую, а возможно даже и большую, и ведущую роль в ускоренном прогрессировании атеросклероза и формировании кардиальной патологии с развитием ишемической болезни сердца и ее конечных точек в виде острого инфаркта миокарда. Проявление диабетической дислепидемии, вам тоже об этом сегодня говорили, прежде всего повышенный уровень триглицеридов, даже может быть на фоне нормального уровня холестерина и холестерина липопротеинов в низкой плотности. Увеличенное содержание свободных жирных кислот, увеличенное содержание обогащенных триглицеридами липопротеинов в очень низкой плотности, это значимо, потому что только из таких липопротеинов образуются вот те мелкие, плотные, высокоатерогенные частицы липопротеинов в низкой плотности, которые и приводят к образованию атеросклеротической бляшки, и уменьшенное содержание холестерина, липопротеинов высокой плотности. Все это свидетельствует о том, что при нормальном уровне холестерина в крови вы не можете еще сказать, что у больного с метаболическим синдромом, либо сахарным диабетом второго типа, атеросклероз отсутствует. Необходимо у больных с метаболическим синдромом и сахарным диабетом второго типа в настоящее время ориентироваться несколько на другие показатели обмена липидом и липопротеинов в крови, чтобы более точно и достоверно сказать, что у больного, например, нет диабетической дислипидемии и нет атеросклероза. Если уровень холестерина повышен, это действительно является маркером выраженного и прогрессирующего атеросклеротического поражения. И вот достаточно часто, и Елена Ивановна тоже показывала этот слайд, почему мелкие, плотные, высокоатерогенные частицы липопротеинов низкой плотности могут не сопровождаться повышенным содержанием холестерина в крови. Они поэтому и называются мелкие и плотные, что в их составе малое содержание холестерина, но их количество резко возрастает. Вот почему для определения наличия в крови мелких, плотных, высокоатерогенных частиц, липопротеинов низкой плотности, в последнее время используют другие интегральные показатели. Либо прямое определение частиц АПБ, более таким жестким показателем является отношение АПБ белка к АПА одному белку, либо на уровне практического здравоохранения можно использовать отношение триглицеридов к холестерину липопротеинов высокой плотности. Итак, каким же образом вот эти факторы диабетической дислепидемии участвуют в ускоренном развитии и прогрессировании атеросклероза? Как свободные жирные кислоты, количество которых при этом резко увеличено, так и обогащенные триглицеридами липопротеины очень низкой плотности, являются прямыми активаторами воспалительных клеток крови через то-лайк рецепторы четвертого типа. Они активируют эти клетки через те же рецепторы, через которые они активируются посредством липополисахарида, эндотоксина, это частички мембраны, грамм отрицательных бактерий. При этом происходит рецепропное развитие системного воспаления, оксидантного стресса, а это в свою очередь приводит к угнетению функциональных свойств эндотелия, то есть формированию сосудистого компонента атерогенеза, и к интенсивному свободно-радикальному окислению липопротеидов низкой и очень низкой плотности, то есть появлению вот тех модифицированных липопротеинов, которые принимают участие в образовании пенистых клеток. Тем не менее, гипергликемия имеет также существенную проатерогенную значимость. Повышенный уровень глюкозы в крови активирует воспалительные клетки крови, однако через другие рецепторы, через толоэк-рецепторы второго типа. Это точно также приводит к развитию системного воспаления, оксидантного стресса, формированию как сосудистого, так и липидного компонента атерогенеза, однако в условиях гипергликемии формируется еще и особый вид модифицированных липопротеинов, так называемые Эйджис, которые принимают непосредственное участие, это продукты продвинутой гликоксидации, непосредственное участие в формировании локального компонента атерогенеза, а значит принимают участие в ускоренном прогрессировании атеросклероза. И вот результаты наших данных, когда животные содержались на диете, обогащенной глюкозой. Прежде всего это сопровождалось нарушением обмена глюкозы. Транзиторное увеличение уровня глюкозы в крови после нагрузки глюкозы, тем не менее сопровождалось достоверным увеличением уровня гликозилированного гемоглобина и снижением чувствительности к инсулину тканей, как гепатоцитов, так и скелетных мышц. Это сопровождалось развитием интенсивного системного воспаления и уровень цирреактивного протеина был увеличен практически в 8 раз. Активация воспалительных клеток в крови, активация ангиотензин, превращающего фермента. Повышенное содержание глюкозы в крови у данных животных приводило и к развитию типичной диабетической дислепидемии с увеличенным содержанием холестерина, триглицеридов, свободных жирных кислот и достоверным уменьшением холестерина липопротеинов высокой плотности. Но что самое главное, у данных животных значительно в разы увеличивалось содержание модифицированных липопротеинов. Низкой плотности практически в 4 раза, а очень низкой плотности в 7 раз. И при этом отмечалось развитие аутоиммунного компонента на такие модифицированные липопротеины. Таким образом, каждый из факторов метаболического синдрома и сахарного диабета, о которых я уже говорила, обладает, имеет самостоятельное проатерогенное действие. Каждый из этих факторов, еще в чем их значимость, может инициировать развитие и остальных. И вот лечение таких больных должно осуществляться под контролем активности каждого из присущих ему факторов. Потому что устранение только одного может не устранять ускоренное развитие атеросклероза. В крупном популяционном исследовании, результаты которого были опубликованы еще в 2007 году, было показано, что у больных с артериальной гипертензией закономерно отмечается в большинстве случаев наличие инсулинорезистентности и сопутствующих метаболических нарушений. Вот почему. Даже эффективный контроль уровня артериального давления у лиц с гипертензией, если при этом такое лечение не ориентировано на вот эти сопутствующие системные метаболические нарушения, может не уменьшать высокого риска развития конечных кардиальных точек. Поэтому лечение артериальной гипертензии при метаболическом синдроме должно учитывать не только выраженный, прежде всего, антигипертензивный эффект, но благоприятно влиять на другие компоненты метаболического синдрома. Во всяком случае, хотя бы их не усугублять. И данные препараты, прежде всего, должны оказывать и выраженное при возможности антиатерогенное действие, либо хотя бы не оказывать протерогенного действия. Вот почему такая терапия и должна быть направлена на предупреждение развития сердечно-сосудистой заболеваемости. Роль активации ренин-ангиотензиновой системы в развитии атеросклероза сегодня немного об этом и Елена Ивановна упоминала. Ангиотензин-2 как эффекторное звено активации вот этой ренин-ангиотензиновой системы через соответствующие рецепторы к ангиотензину-2, которые есть и в эндотелии, и в глоткомышечных клетках, во-первых, обладают выраженным метагенным действием прямым. Кроме того, он активирует факторы роста, что приводит к гипертрофии сосудистой стенки, то есть является основой формирования атеросклеротической бляшки. Ангиотензин-2 обладает и прямым вазоконстрикторным действием, но, кроме того, активирует натофашоксидазу, приводит к повышению продукции активных форм кислорода и активации ядерного фактора транскрипции, которые ответственны за инициацию развития локального воспаления в атеросклеротической бляшке. Когда происходит активация локальной ренин-ангиотензиновой системы? Еще Нильсон сказал, что старение сосудистой стенки начинается с первым сердцебиением. Это связано с тем, что растяжение сосудистой стенки при прохождении каждой пульсовой волны во время систолы приводит к ее растяжению. А растяжение сосудистой стенки активирует вот эту локальную ренин-ангиотензиновую систему с повышенной продукцией ангиотензина-2 и со всеми вытекающими из этого последствиями. Помимо этого, растяжение сосудистой стенки приводит к деполяризации клеточных мембран, увеличивается вхождение кальция через потенциалозависимые каналы гладкомышечных клеток, что приводит к пролиферации гладкомышечных клеток, утолщение сосудистой стенки и активации локального воспаления. Вот почему наиболее целесообразно в данном случае применение ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента, который, во-первых, будет предотвращать вазоконстрикторное действие ангиотензина-2, то есть приводить к вазодилатации и тормозить пролиферацию гладкомышечных клеток. И помимо этого, данные препараты, особенно третьего поколения ингибиторы АПФ, еще и положительно влияют на другие компоненты, как метаболического синдрома, так и сахарного диабета. Во всяком случае, лизинаприл существенно предупреждает возникновение диабета при применении в течение 4 лет. И положительно влияет на уровень гликозилированного гемоглобина, уменьшая уровень гликозилированного гемоглобина, что свидетельствует, что данный препарат предотвращает активацию процесса гликозилирования белков в крови. Это наш опыт применения лизинаприла у спонтанно-гипертензивных крыс, у которых отмечался и синдром инсулино-резистентности. Наряду с существенным угнетением ангиотензин, превращающего фермента у данных животных, у них отмечалось существенное снижение уровня артериального давления, но, кроме того, отмечалось влияние на выраженность диабетической дислепидемии, снижение уровня холестерина, триглицеридов, цереоактивного протеина, активности системного воспаления и содержание в крови модифицированных липопротеинов. Эффективность применения лизинаприла в дополнение к стандартной терапии у больных с острым инфарктом миокарда в течение трех месяцев применение после развития острого инфаркта миокарда также сопровождалось уменьшением активности ангиотензин, превращающего фермента. Это сопровождалось уменьшением выраженности системного воспаления и уменьшением содержания модифицированных липопротеинов. То есть данный препарат оказывал выраженное антиатерогенное действие. Вот почему применение лизинаприла, помимо своего основного эффекта, именно выраженного антигипертензивного, может оказывать и антиатерогенное действие. И вполне разумно использование препаратов для предупреждения развития и прогрессирования атеросклероза – это блокаторов кальциевых каналов, а именно последние третьего поколения амлодипина. И у больных с метаболическим синдромом, конечно же, целесообразное использование комбинации данных препаратов как для своего прямого эффекта, так и для, учитывая разные точки приложения, для достижения выраженного антиатерогенного эффекта. Это препарат-экватор фирмы Гидеон Рихтер, который объединяет как лизинаприл, ингибитор АПФ третьего поколения, так и блокатор кальциевых каналов третьего поколения. И действительно, данные препараты могут оказывать выраженное антиатерогенное действие. Таким образом, ингибиторы ангиотензин превращающего фермента могут действовать как путем угнетения активности системной ангиотензин, ангиотензин, ренина ангиотензиновой системы и уменьшать выраженность метаболических проявлений сахарного диабета второго типа и метаболического синдрома. Через угнетение локальной активности ренина ангиотензиновой системы данные препараты могут оказывать выраженное антиатерогенное действие. Ингибиторы, блокаторы кальциевых каналов, наряду с своим выраженным антигипертензинным эффектом, у них это сочетается также с выраженным антиатерогенным действием. А учитывая различные точки приложения этих групп препаратов, они могут оказывать аддитивное действие и оказывать антиатеросклеротическое воздействие, а также есть целесообразность применения данных препаратов у больных с метаболическим синдромом и с артериальной гипертензией. Благодарю за внимание.